Часать всегда тяжело, и в тренерской работе самое тяжелое, когда надо сказать ребятам, что по тем или по иным причинам они не едут на чемпионат мира или еще куда-нибудь. Обсуждался каждый кандидат в сборную. По каждому мы обговаривали, советовались. Сегодня точно уже мы определились. 22 хоккеиста и 5 человек мы сегодня отправили домой. Кирилл Жавнир вообще за этот чемпионат очень прилично добавил. У него видно искра в глазах. Он хотел попасть в команду. И тот же Женя Тимченко, он прекрасно провел весь сбор. Он здорово провел чемпионат после травмы, когда он восстановился. И сборы очень прекрасно провел. Видно, что парень хотел попасть в национальную сборную команду. Ну и тот же Дима Чернышенко, я могу сказать, что плывем против команды генерала. Он был у нас одним из лидеров. И видно, тоже за сезон очень прилично добавил. У него очень прекрасное игровое мышление. Перед этими сборами я с ним серьезно разговаривал, что национальная сборная тут надо выкладываться на все 100%. Надо грызть, как говорится, как собаку хвататься. И пока нет кусок мяса, нельзя отпускать. По игровым связкам несколько вопросов. Интересные сочетания, опытные с молодыми. Алексюк, Жовнир сегодня мы видим, Андрей Кив с Победоносовым. Наигрываете так специально, чтобы прямо по ходу чемпионата опытные ребята передавали свой опыт? Или не уверены в молодых? Да нет, почему мы уверены в каждом игроке нашей команды? Ну, так вот, ну, пара Толстушка-Петрухну, они уже как бы давно играли. Ну, там, в конце-то мы их немножко-то разбили. А Андрей Кив с Победоносовым прекрасно сыграли в Японии. Нам очень понравилось. Ну, а сейчас посмотрим, как Алексюк с Жовниром сыграет. Ну, я думаю, что проблем никаких не будет. Вова Алексюк, опытный защитник, будет подсказывать. А Кирилл уже будет за счет молодости, будет стараться играть на своем месте и, как бы, ну, не ошибаться. Ну, я говорю, что по сборам видно, что у парня горят, очень сильно горят глаза. И я думаю, что будет все нормально. Мы не боимся, что будет, что молодые будут ошибаться. Нет. Вот. И поэтому мы так старались подводить и по психологическому портрету у ребят, потому что там ребята проходили тестирование перед сборами. Тоже это мы все смотрели, все учитывали, как бы. Так что... Получается, что из Саппора у нас осталось, да, одно звено нападения неизмененное. Гнеденко, Петранговский, Кича. Спелись они хорошо еще на турнире в Румынии. А все остальные измененные звенья. Вот Севастян Карпенко в последний день подкинул тройку красных. Там будет играть благое. Захаров, я так понимаю, в центре. Вот так вот в последние дни центрального нападающего определять это не опасно, так скажем? Или Витя все-таки опытом каким-то обладает? Все-таки в клубе он играл не всегда в центре. Да нет, мы не боимся. У нас есть, как сказать, у нас еще есть Артем Бондарев. Мы тоже все это проанализировали, продумали. Как бы ничего страшного нет. И надо было что-то поменять, потому что тройка, я вам скажу, была хорошая. И как бы играли неплохо, но результативности ноли. Мы пошли на такой шаг, поставили Витю в центр, Рому Благова в крае. Я думаю, что это будет боевая тройка, лидер команды, которая будет, как бы они первым будут выходить и будут тянуть команду за собой. Это звено, ну, целая пятерка, я скажу, что понимают с полуслова. И тот же Виталий Кондрейкев, мы видим, как на тренировках ребята с ним разговаривают. Как бы нету такого, что он молодой, как бы на равных с ними. И он молодец, тоже читает игру, здорово. Так что, ну, а разбивать, не разбивать, посмотрим. Ну, пока на сегодняшний день, как бы вот такие пятерки. И стараемся не разбивать, и стараемся работать теми пятерки, которые наигрывались, грубо говоря, перед, ну, играми. Конечно, здорово было бы сыграть и товарищеские матчи, и, грубо говоря, не показывать соперникам, чтобы они не видели, какой тактикой мы собираемся играть. Все равно вы понимаете, что после первых игр чемпионата уже будут понимать, какой приблизительной тактикой мы играем. Так что тут, ну, у нас чемпионат закончился почти в притирку к сборам. Поэтому мы посчитали, что, ну, товарищеские матчи проводить не будут. Главный наш соперник, очевидно, в последний день, Великобритания. Вы готовы уже говорить о том, что этот матч будет действительно за путевку, или все-таки поступательно идете к задачам? И есть ли задачи от Федерации, вот обязательно выиграть турнир? Ну, задачи от Федерации я пока не слышал. Может, Александру Валерьевичу что-то озвучили. Он пока нам ничего не говорил. Ну, мы едем только за победой. Спасибо.